Привет, дети! Привет! У нас сегодня выходной и у нас сегодня блинчики. Да. С яйцом и с яйкими сладкими начинками. У Лизочки с яйцом. Смотри, яйца. Все остальные уже тоже съели с яйцом и теперь едятся с гущёнками. А я с яйцом. А мне нет, нравится. Приятного аппетита. Сетурженки. Мы сейчас едем в парк прогульнуться. У нас в городе есть такой классный парк с подвесным мостом. И мы там сто лет не были. Лиза с Никитой точно там не были. Соня с Колей были, но очень маленькие. Они даже не помнят, где это. Можем и помнить. У нас там очень красиво. Там внизу, это люди здесь на кемпинг. Они что, кемпины здесь делают? Да, здесь кемпины палатки стоят, машины, как их называют? Орвишки. Я думаю, что вот здесь можно все заплатить. Да? Ну, я же умнее. Я заплатила онлайн. Купила на год. Пропуск. Папа возмущается. Мы примерно ездим раз в три года, поэтому ты и купил на год. Вот такую вот бумажку распечатала онлайн. Заплатила за пропуск в парке нашего города. На год купила пропуск. Он дороже в три раза, чем если один раз. И папа меня все время подтрунивает. Указывает на это. Какая я умная. Слушай, народу много здесь. Ну, а что, хороший день. Воскресенье. Какая красота. Слышите шум воды? Сейчас мы пойдем на мост, который висит. Мы сейчас пойдем на мост. Что забыли? Офты. Ха-ха-ха. Моста. Моста. Моста такая. По другой стороне, да. Вот так. Короче, здесь зона отдыха. Здесь написано, что велосипеды. На велосипедах кататься нельзя. Нужно их вести в руках. Смотрите, какая тут красота. Воздух. Смотрите. Лес осенний. Кстати, говорят, здесь водятся дикие звери. Дикие кошечки. Поэтому далеко в лес уходить нельзя без ружья или без какой-нибудь собачки злой. Какая красота. Там, говорят, мост подвесной. Иду. Сто лет здесь не были. Недавно посмотрела видео блогера из нашего города, Светлана Юйсей. Она сюда приехала. И вот захотелось тоже приехать. Так, вы что, собрались мост ломать? Соня побежала фоткаться. Фоткать, фоткать. Красоту. Свинь, да? Свинь. Так, муж строился. Вот такой был. Построен в 1940 году. Представляете, вот таким. Мама, идем на нем выходить. Идем на нем ходить. Подвесной. Это страшно. А в 1997 году его переделали вот в такую кондицию. Компажка у мамы прицепилась к маме. Так, ну что, идем? Ну, чтоб людей здесь, все, не ужас. Обычно никого здесь нет. Классное ощущение. Супер. Он висит в воздухе, этот мост. Вернее, не в воздухе, а... Смотрите, какая красота вот здесь. Глыбы вот эти. Класс. Какая мощь. Реки вообще нет. Измельчало. Насокло. И здесь как красиво. Смотрите. Папа, идем. А то скоро садимся. Пойдем. А то скоро садимся. А мы садимся, пойдем. Страшно, шатается мост. И его не видно, шатается. Сильно. А если попрыгать, от меня что-нибудь произойдет? Не, Никит, с моей массой не сдвинуть этот мост. Тем более с твоей. Смотрите, как там красиво. Вот по этим горам видно уровень воды. Как, насколько поднимается вода здесь. Не уроню, не уроню. Никита боится, что я камеру уронил. Тетя собачка несет на руках, чтобы она не испугалась. Собачка боится, на руках ее несут. Пойдем. А то наши там уже заждались нас. Ой, собачка. Она хорошая. Пойдем, пойдем. Папульчик, ты что? Папульчик, вернись. Я все прощу. Папульчик. Мама, послушай, у Коли бинокль сломал. Спасибо, пап. Что, бинокль уронил? Коля сломал бинокль и говорит, что это я вообще виноват. Ну, конечно. И мне пришлось в пропасть. А я думала, ты решил все уже. Все. Да, вот, да. Уже совсем тяжело. Да я уже видела, что-нибудь, да, красиво. Смотри, мама, орех. А, нет, это сапля. Сапля. Прохладно у воды. Слушай, правда, холод собачий здесь. Градцев на 10 холоднее, чем у нас там. Кошмар, Лиз замерзла. Что, ты испугалась, да? Угу. Ну, все. У нас морская болезнь. Какая болезнь? Морская. Это такая бывает, да? Боязлиная болезнь, Лиз. Горная беседочка. Коль, кого ты смотришь? Как они на крышу умудрились написать надписи? Все исписано. О, и опять вернулись к мосту. Здесь холодно, и мы не захотели быть в горах. Хотя там очень красиво. Старинное дерево упало. Корешочки. Лиз, нравится тебе здесь? Красиво, да? Ну, холодно. Смотри, ну как могут в реке быть этот мох на камнях? Как такое может быть? Лиза вот эта женщина увидела, может, в этих одеждах. Говорит. Как ты сказала, если ты ее не делала? А, она специально оделась для того, чтобы фотографировалась, да? Какую-то народную одежду какую-то, да? Я не знаю. Я ее назвала, смешно. Тетя сзади тебя такая серьезная сидит. А вот там, вон, дядь, в яркой майке, смотри. Это какой-то работник парк? Вот такая площадка. Мы туда пойдем? Бог, мы туда пойдем? Мы туда можем доехать. Идти очень долго. Поехали туда. Поехали. Все, let's go. Тетя есть. Платье с тобой. Расскажешь, какие здесь звери водятся в этом лесу? Ну, я лично не встречал, но, говорят, и медведи есть, и волки есть, и кугоров эти. Ну, кугоры, это пума. Это самая крупная в нашей местности кошка. Есть всякие. Шакалы есть. Что ты делаешь? Пытаюсь качать. Пошли, качок. Пошли, ну тебя. Качатель. Раскачиватель. Ой, лизиные руки, ужас. Да, я замерз. Замерз, пошли на соблышко. Разница в температуре между вот этим берегом и вот тем. Градусов 10, наверное. Этот знак, видимо, означает, что здесь, в этом парке, нужно находиться только на тропинках, не уходить в лес. Выбрались. Тропиночки. Туалетик. Туалетик в лесу. Этот был. Так, а это контрольная будка, где можно купить и продать. Этот пропуск. И они нам здесь и контролеры эти сидят, да? Да, здесь. Это будочки. Он, дядька, видишь, запарковался, сходил, купил за десяточку. Ну все, все, ты теперь будешь меня до смерти теперь этими 35-ю долларами мучать. Так, парковка под видеонаблюдением написана на знаке. И пейс реквайл. У нас пейс временный лежит. Так, здесь осторожней. Жизнь самоубийством не кончать. Иди, тут у тебя все ботинки теперь грязные. Да, конечно. Мы должны идти через... Да. Коля, осторожней там. Осторожней. Там, Марина, это горячие, наверху дома какие-то. Здесь очень красиво. Камень там, да, огромный. Да, это большие камни. Лестница здесь, как в этих египетских пирамидах. О, как здесь страшно. Смотрите, вокруг обрывы. Это огородочка совсем несерьезная. Почему несерьезная? Она бетонированная камень. Я понимаю, но через нее перевалиться взрослому человеку очень легко. Она низенькая. Надо бы мне. Мама, что там за место? Там просто гора. Тут просто ответная скала. Здесь упадешь в воду. И... Смерть сто процентов. И локрового пятна даже не останется. Пойдемте. Не будет. Опять это в зеленой куртке человек. Мы там были, он здесь. Теперь мы здесь, он там. Он от нас убегает. Он от нас скрывается. Все, домой. Мы далеко от школы. Смотри, как она выглядит. Привет, дети. Привет. Мы идем в парк боярышник собирать. И с Марией моей подругой встречаться. Пойдем. Будем сейчас гулять в парк. Привет, Коль. Привет. У нас скоро Хэллоуин. Опять все нарядили уже люди. Смотрите. Возле некоторых домов просто желтые листочки. Некоторые уже пугало поставили. Типа там в том доме. Тыквенные пугалы. Пугалы. У Коли, короче, целая коллекция дома футбольных мячей. У него разные там и найки, и пума хорошие. А он вот этот у нас где-то под декой нашел старый еще мяч тех людей, которые жили до нас в этом доме. И вот он с ним больше всего играет. Покажи этот мяч, Коль, поближе. Никита, за роги уходи, машина. Он старый, только он хороший. Видишь, тогда. Это чемпионский какой-то. Это когда это было? В каком году? Мяч с Кубкой чемпиона. Я думала, что в Титазин Тартин. Ладно, пошли. Они уже приехали? Уже приехали. Только еще пока тетя нам сюда. Так, вот поставили все свои гарбичные кены. Это мусор. Завтра понедельник. Вроде. Да, завтра понедельник. И завтра забирать будем. Привет, Марик. Привет, Марик. Ну что, видео снимайте. Тебя снимать? Ты зубы потерял? Да. Круто. Сколько Марику лет? Марик, сколько тебе? Шесть. Шесть? Он же взрослый мужик. Пойдем. А где мой подарок, который Никита любит? А, сейчас, да. Он у меня вот здесь. Вот тут. А это Марина. На, Никита, раздавай. Гляньте, на дереве какое пугало страшное зависло. Не за чужой. Не за чужой. Уходите, чужой. Никита, иди сюда. Могилу увидели. У меня какой зубовский феликан какой-то. Феликан какой-то. Что там такое? Не знаю. Пугало такое. Так, мы пойдем к парку или не пойдем? Пойдем, конечно. Иди ты, а мы тебя догоним. Там все такое. Ух ты. Там чертые. И бумажка. У Фламинго зубы. Зубы? Слезайте. Чужой, чужой огород. Уходите. Пойдемте, пойдемте. Все, берите сумки, пойдемте. Пошли. Там, кстати, йогурты. Если хотите, йогурты берите, пейте. Девчонки, а что, правда Хэллоуин не будут праздновать в этом году, да? В школе. Да, у нас в школе запретили Хэллоуин. Что мы рассказали. У нас там в классе еще Юля и Абонесса русские. И мы все рассказали, учительнице, что мы не празднули. И мы не запретили. Четыре девочки русских, и поэтому Хэллоуин не празднует. Отлично. Пошли собирать боярышник. Ага. Ты знаешь, кто такой боярышник? Не знаю. А здесь знаете, какая кошечка. Какая красотка. Здесь было три кошек. Марик, не ходи, чужой дом. Пошли. Она плачет. Она... нет. Марик, пойдем, Марик, пойдем. Марик, пошли. Кошки плачут. Пойдемте, идите в парк. Все. Она должна, она же кошка убежала. Мы точно не дойдем. Там уже мама Марина и Марика уже заждалась нас. Так, вот такой у нас боярышник растет. Лиза его просто наяривает, ест. Можно на спирту настоять для взрослых. Я никогда не ела этот боярышник. Понравился, Марин? Или ты не попробовала? Я никогда не ела боярышник. Вкусно. Мне очень понравилось. Она попробовала, и ей понравилось. Мы с тобой будем ехать. Такой спелый. Да, да. Такой сладкий. О, футболисты уже там гоняют мяч. Крису-то пешком не будут ходить. Футболисты уже гоняют. Коля такой с мелкими. А, мы такой видели у дяди Вити тогда, да? Да. Как кактус какой-то. Мама, смотри, что это за ягоды колючие? Это шиповник. Шиповник? Да. Тоже зрелый. Ой, какой он зрелый. Зрелый? Он сладкий. Да, он такой мягкий, да? Да, да, это шиповник. Он сладкий? Ммм. Я никогда не пробовала. Вкусно. Пойдемте посмотрим могилку Кеши нашей. Мы закопали нашего попугайчика здесь в лесу. Такие в горле порвались. Никита говорит, что у нее трубочки в горле порвались. Такие вены. Вот тут папа закопала, вот тут. Иди сюда. Что? Коробка Кешина. Коробка Кешина? Кешина коробка? Как так? Выкопали, да? Вот могилка ее была. Кто-то Кеша достал. Это Кешина коробка, в которой она была похоронена. Ой. Может быть туда нет? Там камни. Сонечка, далеко не ходи. Где-нибудь под деревом давайте вот здесь. Все, Соня, камешек нашел папа. Где-то и шел. Папа нашел уже побольше камень. Где-то, где-то. Ну, на этом лучше будет видно. Здесь написано. Папа на нашу Кешу. Тут кошка. Все, уходим. Это другая коробка. Смотрите, какое это дерево. Как будто горит. Внутри оно зеленоватое, а потом желтое, а снаружи такое красное, как пламя. Класс. Правда, здесь оно зеленое, да? Коля понес лист. Показал он зеленец. Класс. Тут что-то по-русски написано. А вот он. Я ненавижу Ваню. Ваню. Кто-то в Америке ненавидит Ваню. Ну, надо же. Здесь много русских. Правда. Давай. Сильная? Выше. Марик, вы лучше не соревнуйтесь с ним, потому что он еще маленький, чтобы соревноваться. Ты сильный, большой, взрослый. А он еще слишком маленький. Уже загустила. Так, пошлите-ка домой, друзья мои. Уже холодать стало. Так, друзья наши уехали. А мы пойдем пешком домой будем гулять. А Никита обиделся. Он Марику шишку по голове дал, а Марику ему подарок не подарил. А это подарок. Теперь Лизе подарил. Нет, не подарила. А Марина Лизе картинку подарила? Картинку тут еще несколько. Они всегда встречаются и друг другу поделки дарят. И Лиза там тоже Марине что-то сделала. Наш боярышник. Мам. Это же котик у нее тут. Не надо вообще катать. Эй, просыпайся. Просыпайся. Что на дне лучше Никите пока не показывать. Так, пойдем пешком домой? Может папу позвоним? Что, устали уже? Да, уже жарят. Как-то мне. Да, вообще с папой позвоню. А здесь начинаются прям тусовки вообще. Люди. Мясо жарят. Такая погода классный. Вечер осенний. Они свое что-то принесли. Они нагрели. Ну, они свое там какое-то принесли. Ведро. Костер там развели. Там еще люди приехали. Ой, какая погода классная. Лизка делится с Никитой конфетами, которые Марина подарила. Папа сейчас нас заберет. До свидания. Увидимся позже. Папа мне, да. Не забрал. Да.